На несколько дней наш город, культурная столица Поволжья, превратился в столицу экономическую. Сегодня открылся седьмой Чебоксарский экономический форум. В августе будет уже два года, как Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Так или иначе, в этих, относительно новых условиях, регионам нужно не только выживать, но и желательно развиваться. Одно из звеньев – цепочки формирования экономики регионов инвестирования. Что предпринять, чтобы в нашу республику и другие регионы хотелось вкладывать средства, чтобы это было действительно выгодно? Поговорить об этом не только в Чувашу приехали известные экономисты, финансисты, инвесторы, банкиры, ученые. Сегодня в мире денег сильно больше, чем проектов, где можно получить прибыль. Самое главное – это развитие внутренней инфраструктуры, внутренней экономики, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Вот в этом месте у вас далеко все не так плохо, как и в многих других регионах. И надо эту линию максимально поддерживать. Прежде всего, надо поддерживать малый бизнес. Чуваши нужно развивать то, что у нее есть, потому что, за исключением свиноводства, по всему остальному Чуваши выглядят очень хорошо в масштабах нашей страны. Самое главное – необходимо превращать свою территорию в технопарк для выявления, развития, коммерциализации принципиально новых технологий. Потому что уже через пять лет технологический базис изменится. И тот, кто успеет первым, тот и станет королем мира. Чуваши пока, конечно, не король мира. Но в плане кредита способностей регион стабильный, отмечают эксперты. А согласно данным рейтингового агентства «Экспертера», наша республика входит в первую десятку регионов с низкими инвестиционными рисками. Сильные стороны, я сегодня об этом говорил, прежде всего, это очень, на мой взгляд, качественное бюджетирование, будем так говорить. Качественное управление доходами и расходами республики. Потому что на том фоне, что большинство российских регионов сейчас испытывают большие проблемы, у них не растут доходы из-за экономического спада. Если говорить о республике, то здесь как раз мы видим совершенно отчетливо, что республика удачно справляется с этой трудной задачей. Чебоксарский экономический форум представляет из себя сочетание круглых столов, конференций, семинаров. На его площадках пройдут выставки, презентации, деловые встречи. Для многих ведущих российских и даже зарубежных компаний форум станет не только дискуссионной площадкой для общения лидеров бизнеса и представителей власти, но и местом подписания крупных контрактов. На все эти мероприятия два дня. Форум продлится до 20 июня.